Это программа День с толком в студии Елены Кузовкиной. Я приветствую всех, кто нас смотрит. Вот темы этого выпуска. Педиатр, он же лор, он же терапевт. Жители Тольменского района бьют тревогу. Их некому лечить. Брошенное авто во дворах и вдоль улиц. Можно ли убрать металлический мусор? Вторая премьера после Москвы. В Барнауле прошел показ фильма, посвященного герою Советского Союза Василию Маргелову. Но в начале выпуска стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в ложных сообщениях о взрывных устройствах в барнаульских торговых центрах «Пионер» и «Юбилейный». Оттуда сегодня эвакуировали больше 700 человек. Кстати, после сообщения о минировании ТЦ поступил звонок и о взрывном устройстве в здании МВД. Мотивы злоумышленника уточняют в полиции. Жители Тольменского района бьют тревогу. В центральной больнице практически не осталось узких специалистов. Пациентов даже с острой болью нередко отправляют в барнаул, а на оставшихся врачей ложится огромная нагрузка. Нередко приходится работать по выходным. Тольменцы обеспокоены. Неужели им только и остается, что обращаться к знахарям? Анна Рашагирова продолжит тему. У нас осталось из узких специалистов детской консультации стоматолог и фтизиатор. Больше нет никого. У нас нет ни кардиолога, ни невролога, ни окулиста, ни лора своего отдельного, ни хирурга. Справедливости ради стоит заметить, что хирург в стенах Тольменской ЦРБ появляется один раз в две недели. Поэтому если пришел с подозрением на аппендицит, отправят в Барнаул, а это почти 80 километров. Тут, конечно, главное успеть довести больного. Педиатры ставят атиты, танзелиты, ангины, лечат все это. У меня тяжелый ребенок, ребенок с первичным иммунодефицитом. Ребенок, который нуждается, у него еще много сопутствующих, и неврология, и кардиология. Ребенок, который нуждается в наблюдении узких специалистов. Из-за нехватки врачей в коридорах больницы очереди. На свои нервы пациенты доносят до врачей, которые при норме приема 4 человека в час успевают принять около 20. О кабинет экстренной помощи говорят жители без постоянного врача, потому что он вынужден вести прием на прикрепленном участке. У меня сейчас недавно жена руку поранила. Травотечение было большое. Приехали сюда, идите, берите направление в регистратуру. Тут кровь хлещет, они в регистратуру. Между тем, роддом работает только для экстренных случаев. Беременных женщин на сохранение, по словам жителей, не берут, а отправляют в Барнаул. И это при том, что при ЦРБ построен новый акушерский корпус. Тем временем на 42 населенных пункта в районе всего три педиатра. Два из них молодые специалисты. Они идут на вызовы и по ночам, и по выходным. Работают в детском отделении, заменяя ребенку всех специалистов. Я педиатр поликлиники. Поликлиника – это место, где приходишь лечиться амбулаторно. А отделение – это где лежат тяжелые дети. Чтобы лечить таких детей, нужно пройти специализацию на уровень выше. То есть берешь на себя добровольный риск, ответственность и идешь. Порой приходится вести двойные приемы, еще люди без записи. И в итоге за рабочий день принимаешь очень много людей. И все это, к сожалению, сказывается на качестве оказывания помощи. За переработку, говорят, врачи не доплачивают. Не выдерживая нагрузки, они уезжают в соседний Новосибирский регион. А жители вновь в замкнутом круге. Не могут получить качественную медпомощь, не находят отклика и у властей. Главврач от комментариев воздержался. А почему ко мне эти жители не обратились? Я не в курсе, будут какие-то обращения. Вот я писала с 2 марта, я писала и Томенко. Я потом пошла на Вышину, и президенту писала, и Мишустину писала, и в Минздрав России писала, все спускают на уровень. Здесь у меня все документы есть. Здесь пишут, что у нас все замечательно. Во всем вот этом виноваты у нас оказывается только ковид. А то, что у нас больница уже буквально 10 лет, никакая. Все бегут отсюда, бегут в соседний район Черепаново. Ответы на все вопросы, в том числе и как удержать врачей, мы ждем от Минздрава. Анна Рашигирова, Александр Антропов. День с толком. Более 200 жилых и административных зданий в центре Бурнаула сегодня остались без газа. На улице Партизанская при строительстве водопровода рабочие компании «Навигатор» повредили газопровод. В результате этого произошло отключение от целого квартала проспекта строителей Красноармейского, улицы Гоголя и Прутской. Повреждение оперативно устранено. Газ подали. К другим темам. Исполняющим обязанности начальника следкома края назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко. Он займет место Андрея Хвостова, который ушел на пенсию. Напомним, за три года руководства Андрея Хвостова в крае было возбуждено несколько громких уголовных дел, в том числе связанных с коррупцией. Так, бывшего зампредседателя краевого правительства Ирину Долгову обвинили в превышении служебных полномочий. Арбитражных судей осудили на 7 лет за взятку. А экс-депутат краевого парламента Андрей Волков отбывает наказание в колонии общего режима за присвоение и растрату денежных средств жильцов, обслуживаемых его компанией. Рост цен на морковь до 100 рублей за килограмм вызвал не только общественное недоумение, но и возмущение. Это стало причиной создания в Барнауле специальной комиссии, которая должна проконтролировать ситуацию. Первые результаты ее работы уже есть. Слово Артему Гусельникову. Совсем недавно вопрос стоимости овощей в крае стоял максимально остро. Подорожали не только редкие представители люкс-сегмента, но и базовый, так называемый, борщевой набор. Картофель, морковь, свекла, лук, капуста. Две недели назад этот вопрос на Алтае обсудил первый зампредсовета Федерации и главагин Совета Единой России Андрей Турчак. Тогда он спрогнозировал снижение цен. В буквальном смысле я помню цены, которые были в торговых сетях. Это если мы берем морковку, это 100 рублей. Я фиксировал, это буквально недели, наверное, две назад. А на нашем предприятии, вот на сегодняшний день, то, что сейчас находится у нас краснодарская морковка, мы видим эту цену в количестве 50-45 рублей, 60 килограмм. Отмечается почти двукратное падение стоимости и на другие овощи. Основные причины – начало поставок продуктов из Краснодарского края и Средней Азии, а также местные фермеры, снижающие цены в конкуренции друг с другом и торговыми сетями. За этим процессом следит специальная комиссия, созданная депутатами-единороссами. Началось это с середины июля, рабочая группа была сформирована. Ну, в хорошем состоянии, конечно, чтобы этот мониторинг продолжался всегда. Такое, чтобы индикатор был, чтобы понимание, где-то можно было повлиять на это, чтобы эти цены были не завышены. Тем, кто желает сэкономить уже сейчас, Александр советует покупать овощи на рынках. Там нередко есть бесплатные места для пенсионеров, а значит, аренда не отразится на цене продуктов. Фермеры тоже могут здесь торговать, но на коммерческой основе. С каждым годом количество таких мест растет. У нас еще такие торговые лотки организованы на всех рынках города, где предоставляются на безвозмездной основе, как вот здесь вы видите, для бабушек. Всего у нас по городу таких мест организовано более 380 мест. Еще мы предоставляем также на всех рынках города, предоставляют у нас места для фермеров и для предпринимателей сельхозпродукции. Таких тоже у нас более 2000 мест. Еще одна категория торговых площадок, где продукцию можно приобрести дешевле, чем в крупных сетях, говорит Наталья, сельхоз-ярмарки. И в этом году их открытие пройдет уже в конце августа. А в ближайшее время стоит ждать дальнейшего снижения цен на овощи. Напомним, что кроме Андрея Турчака, край посетили представители других партий. Коммунист Юрий Афонин, Алексей Нечаев от «Новых людей», от родины Алексей Журавлев, «Справедливо-Росс» Сергей Миронов, представитель коммунистов России Максим Сурайкин. Артем Гусельников, День с толком. Барнаульцев беспокоят брошенные автомобили во дворах и на улицах города, которые часто занимают парковочные места. Такие металлические памятники могут стоять годами, если не десятилетиями. Но как избавиться от такого соседства, разбиралась Маргарита Гартунг. Стоят и гниют. Заброшенные автомобили мешают барнаульцам парковаться. Недавно в соцсетях появился пост «Уберите машину, мешает». Его написал Юрий. При встрече он рассказал нам, что брошенные авто – давний бич их двора. Владельцев никак не получается разыскать. Поэтому, если клеить какие-то наклейки на машины с просьбой их перепарковать, хотя бы на какие-то дальние парковки за домом. Потому что есть инвалиды, есть семьи с детьми, которым бы хотелось, наверное, все-таки парковаться поближе к подъезду, поближе к своей территории. О проблеме заброшенных автомобилей жильцы по улице Гущина, 153В, знают не понаслышке. ВАЗ-2115 стоит здесь уже пять лет без госномеров. Хозяин до сих пор не найден. И это не единственная брошенная хозяевами машина. Например, этот автомобиль стоит здесь уже 11 лет. За это время даже успел порасти мхом. Жильцы дома говорят, что уже пытались найти владельца, но все попытки тщетны. ГИБДД нам пояснили, что автомобили хоть и бросили, но частной собственностью они от этого быть не перестали. Если машина припаркована правильно, то может простоять во дворе хоть сотню лет. Собственность гражданина защищена законом, поэтому просто переставить, передвинуть, убрать ее вы не имеете права. Если, повторюсь же, данное транспортное средство не стоит с нарушением правил дорожного движения, не мешает проезду, в этом случае мы ничего сделать не можем. Но что делать, если машина припаркована правильно, но владелец автомобиля скончался или переехал в другой город? Юрист говорит, что такие прецеденты есть. В таком случае избавиться от авто проще. Нужно обратиться в ТСЖ с коллективной жалобой или напомнить родственникам хозяина о существовании машины. В случае, если человек отмер, и у него не осталось близких родственников, которые не приняли данное наследство, то в любом случае данную ситуацию необходимо решать в судебном порядке. То есть выходить в домы, в жильцах, в домах российского наследства и в судебном порядке приставать данное транспортное средство бесходным и последующим утилизировать. Кстати, пока одни пытаются законно убрать жестяной мусор, другие наживаются на отсутствие хозяина. В пунктах приема металлолома машина очень частый продукт. Однако не на камеру нам рассказали, что без документов машину не принимают. Даже ту, владелец которой неизвестен уже много лет. А юристы в принципе не советуют заниматься сбытом брошенных авто. Самостоятельно прибегать к тому, чтобы данное транспортное средство каким-то образом утилизировать, переместить, я бы это не советовал. В связи с тем, что здесь вы можете попасть под уголовное обследование порядка статьи 166, Уголовная кодекса Российской Федерации. Незаполимая кодекса снятия транспортного средства без цели хищения. На сегодняшний день в крае нет закона, регулирующего утилизацию бесхозных авто. А жители вынуждены проходить буквально 7 кругов ада, чтобы вычислить настоящего владельца и избавиться от машины. Сейчас в Барнауле около сотни ржавых брошенок, которые доживают свои дни во дворах города. Быть может, когда-нибудь за ними и вернутся. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин, Александр Лизратов. День с толком. У алтайских школьников и их родителей будет возможность задать вопрос министру просвещения России. До 20 августа на сайте Общероссийского родительского собрания проходит сбор вопросов. Ответы на них Сергей Кравцов даст 28 августа в прямом эфире. Все подробности можно узнать на сайте. А мы решили узнать, есть ли вообще у Барнаулецов вопросы к министру. У меня ребенок в школе учится, четвертый раз пошел, отличница, все нормально, все получается. В принципе, все устраивает. Вопросов нет? Нет. Образования такого нету. Сейчас в основном все юристы, экономисты, а работать некому. Я только могу, знаете, сравнить себя и сейчас. Я воспитывалась, где нас было 8 детей, это же много. Ну, высшего образования, конечно, никто не получил. Ну, работали, а теперь очень сложно найти работу. Многие парни валяются, пьяные. Вот что жалко. Правда. Без работы, без ничего. Жителям края предлагают внести свой вклад в развитие социально-экономической ситуации в регионе. В Барнауле открылся штаб общественной поддержки, где будут принимать вопросы и предложения. Подробности в сюжете Софии Яценко. Передаем все эти данные на федеральный уровень и оставляем в нашей региональной программе. Развитие инфраструктуры, поддержка семей с детьми, повышение статуса и престижа врачей. В Барнауле в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» принимают обращения инициативных групп населения края. У нас всегда есть пул общественников, которые работают с нами. Те общественные организации, которые вкладывают большие усилия в развитие нашего региона. И, конечно же, эти общественные организации сегодня с нами решили войти в этот штаб. Мы приглашаем любые общественные объединения, которые настроены на развитие Алтайского края, участвовать в нашей работе и вносить свои предложения. Сколько бы лет не пришлось мне шагать, я Алтайскому краю служила, служу и буду служить. Я не член партии «Единая Россия» и вообще сейчас не член никакой партии. Сейчас жизнь научила ценить не по партийной принадлежности, а ценить по делам. Благодаря штабу желающие смогут оказать помощь и поддержку партии, а заодно и реализовать собственные инициативы. Здесь планируется, чтобы было прямое общение избирателя с теми, кто способны и могут донести за потенциальных кандидатов в законодательное собрание края, Государственную Думу, свое видение развития нашего края и нашей страны. На сегодняшний день уже поступили вопросы, касающиеся поддержки предпринимательства, сельского хозяйства, обеспечения жителей края доступным и качественным жильем, а также возможности роста доходов населения. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаул стал вторым городом после Москвы, где прошла премьера фильма «С неба и в бой». Это кино о главнокомандующем ВДВ, герое Советского Союза Василии Маргелови. Целое поколение мальчишек мечтало последовать его примеру и защищать родину. На кинопоказе побывал глава региона Виктор Томенко, главный режиссер фильма и актерский состав. Подробности далее. Биографическая картина о жизни и судьбе главнокомандующего ВДВ Василия Маргелова. Время действия 40-х по 70-е годы СССР. Это и чажесть войны, и развитие воздушно-десантных войск, и становление самого Маргелова. Война как фон и условия. Здесь много сцен о финской и великой отечественной войне. И о мирном времени. Никто кроме нас. Принципы ВДВ были заложены в эпоху Маргелова. Просто нельзя, чтобы люди забывали об этом. Это 80 лет назад это началось. Как знаете, у Михаила Рощина, в «Траматурга» есть такая фраза, в пьесе «Эшелон» «Будь проклята война, наш звездный час» – таков трагический парадокс. Василий Маргелов – кумир для многих мальчишек. По его примеру, юноши мечтали стать десантниками. С уважением к военным, фильм создан на основе популярного у сотрудников ВДВ сериала «Батя». А чтобы перенести зрителей во время Маргелова, съемочная группа изображает фильм в советском стиле. Кстати, над картиной работали целых 12 лет. И хочу выразить убеждение, что фильм займет свое достойное место в ряду современных фильмов и, безусловно, художественных фильмов российских, вот такой патриотической направленности. И станет действительно событием. В создании кинофильма помогала и Российская ассоциация героев, основатель которой – Барнаулец Владимир Шаманов. Для человека, который всю жизнь посвятил службе, фильме о военных в особом ряду. 49 лет назад в этом кинотеатре, вот, наверное, где-то там на 8-9 ряду, я с двоюродной сестрой сидел на премьере в Барнауле фильма «Офицеры». Как скоротечное время. 49 лет назад я воодушевился фильмом и сказал, «Все, для меня других профессий не существует, как профессия Родину защищать». Премьера фильма состоялась в Москве 2 августа в день ВДВ. Вторым после «Столицы» картину принял Барнаул. Этим показом открылся масштабный киномарафон, цель которого – привлечь внимание к славным страницам отечественной истории. Картину покажут в других городах Алтайского края и Республики Алтай. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А следующий наш материал – о человеке, для которого хобби действительно стало делом жизни. Альфред Позняков. Он сменил десятки профессий, но себя нашел в музыке и фотографии. Желание поделиться искусством выросло в создании операторского отделения в Краевом колледже культуры. Многие классические операторы и видеографы учились у него. А совсем недавно Познякову исполнилось 85 лет. Он начал свой путь с музыки, играл на барабанах, сменил несколько музыкальных ансамблей, выступал практически на всех концертных площадках советского Барнаула. Профессионально занимался этнографией, изучал историю, религию, мифологию и культуру горного Алтая. А последние 40 лет Альфред Позняков обучает фото- и видеооператоров в колледже культуры. Я открывал это отделение с Игорем Анатольевичем вместе. Мы его вместе создавали. И я не могу бросить. Мне все друзья говорят, почему ты на всех поработаешь? Я говорю, не могу. Если будет замена, я с удовольствием оставлю это место все и буду рад. Я не могу. Представляете? Именно он стал первым наставником многих уже состоявшихся фотографов и видеографов. Говорит, хоть техника с годами меняется, подход к съемке остается прежним. Все снимают процессы, ту же свадьбу, со стороны. Я снимаю свадьбу изнутри, так же как хороводы, праздники. Я внутри события, я всегда снимаю изнутри события, а не со стороны. Я не иду за женихом с невестой, с камерой вдоль стены. Я снимаю, когда они идут мне навстречу. И этот принцип эмоциональной вовлеченности должен применяться в каждой съемке. Ведь только так можно передать важность события, считает фотограф. Это и старается транслировать ученикам. У меня нет нелюбимых студентов. Они все любимы, они все прекрасны. Даже те, кто не хотел учиться. Я с ними до сих пор дорожу. Мы общаемся и так же по горам ездим, и за границу где угодно общаемся. Я уже не вижу смысла бытия вне колледжа, вне студентов. Несмотря на значительный стаж, Альфред Арьевич не планирует останавливаться. Ведь молодые специалисты не задерживаются в отрасли преподавания надолго. Поэтому подготовка новых кадров, несмотря на возраст, еще одна его миссия. Елена Кузовкина, Артем Гусельников, Данил Захаров. День с толком. К новостям спорта. Участница Олимпиады, алтайская каноистка Ирина Андреева, к сожалению, выбыла из борьбы за медалем. Сегодня утром она не прошла полуфинал канои, одиночек на 200 метров. Чтобы выйти в финал, нужно было попасть в четверку лучших. А наша спортсменка в заезде заняла седьмое место. Теперь Ирина выступит в финале Б, где в групповом составе российские каноистки поборются за позицию с 9 по 16 место. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Продолжение следует... Например, «Эвалар»